Крепче стали, так назвали работники Московского коксогазового завода, мероприятие, приуроченное ко дню Металлурга и 20-летию компании Мечел. Конечно, любая страна, если мы хотим быть счастливыми, независимыми, жить в мире, должна иметь сильную экономику. А металлургия – это стержень любой экономики, любой страны. Я надеюсь, еще долгое время мы будем занимать в этой отрасли достойное место. На праздник пришли не только действующие сотрудники Московского кокса, но и ветераны, отработавшие на предприятии не один десяток лет, а также представители администрации и депутатского корпуса. За производственными показателями стоит большой труд всего вашего коллектива, в который каждый специалист ответственно и грамотно выполняет возложенные на него обязанности и свою работу. Важно, что на заводе бережно относятся к традициям, заложенным первостроителями города Видное. Желаю всем здоровья, благополучия, счастья. Пожелать успехов в это сложное и тяжелое время, чтобы действительно поставленные задачи и цели, и указания наших руководителей партии и правительства были реализованы и не в убыток организации и коллективу. Поэтому действительно очень важно, чтобы и зарплата была достойная, и качество работы было хорошее. Музыкальные номера чередовались с теплыми словами поздравлений и награждением наиболее отличившихся сотрудников. Среди них мастер по ремонту оборудования коксового цеха Михаил Еремин. На Москоксе он трудится уже 32 года. Начинал дежурным слесарем, затем дорос до бригадира, а сейчас руководит бригадой из 20 слесарей-сварщиков. Сын Михаила тоже успел поработать на заводе. Теперь по его стопам думает пойти дочь студентка института стали и сплавов. Администрация завода делает все для того, чтобы мы были довольны. Здесь претензий нет. Путевки в провокторию, санатории, поездки от профсоюза, повышение зарплаты. Все адекватно. Профсоюз стоит на страже. С праздником пожелать здоровья, счастья и всем удачи. Отдельно поблагодарили ветеранов предприятия. Среди них мы заметили бывшего аппаратчика кислородного цеха, а ныне контролера кинотеатра «Искра» Галину Чеканову. 37 лет она отдала заводу и до сих пор День Металлурга считает своим профессиональным праздником. Зарплата была хорошая. Жили хорошо, дружно. Все с цеха ходили в профилакторию. Все дружные были очень. До сих пор у нас встречаемся как родные. Когда я обзваниваюсь, собираю какие-то мероприятия, они очень рады. И ждут. В прошлом году у нас приезжали сюда на завод. Мало, а сегодня, в этом году, требовали, даже просили, пригласили, пригласили. Потом у нас чай пить, потом поздравляю с праздником. Сейчас, конечно, мы помогаем уже СВО. Ветераны у нас в строю, они, ну что им дома делать, на даче сидеть. Сейчас на предприятии трудится около 900 человек, из них почти 700 – жители Видного и Ленинского городского округа. Приходят новые молодые кадры, сменяются поколения, модернизируются процессы. Но главное остается неизменным. Москокс для каждого работника становится вторым домом, в который хочется возвращаться снова и снова. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Екатерина Давлятова, Видное ТВ.